Всем салют! Сегодня еду приветик на 200. Немного запыхнулся, потому что как всегда я опаздываю на старт. А думаю я успею. По планам у меня сегодня проехать 200 максимально быстро и уже этой дистанции закрыть супер рондонера в этом году. Получаем небольшие рекомендации по прохождению дистанции, небольшой брифинг и стартуем. Мы стартанули. Едем бодро. Отлично размялся перед выездом. Хорошо подготовился. Поэтому едется очень приятно. Пока что не ломлю, не гоню. Постепенно набираем обороты. Чтоб раньше времени не сдохнуть. Я не знаю слышно меня там или нет. Потому что ветруган. Моя тактика была проехать максимально быстро эту 200-ку, поэтому я пытался держаться за лидерами. И сейчас я еду следом за вторым номером. На повороте клеверного моста меня догнал Богдан и мы поехали уже с ним. Теперь он стал вторым номером этого брифета. Я начал ехать с ним в паре. И тут нас обгоняет Владислав Малышев, наш организатор. Какое-то время мы будем ехать за ним. Мы будем его догонять. И в дальнейшем уже перегоним и будем ехать уже своей запланированной пачкой. На этом брифете из наших ребят был Богдан и Толик. с которыми мы собственно и доехали всю эту дистанцию до конца. Какое-то время велосипедисты держали наш темп, держались за нами. На этом брифете, кстати, было очень много новичков, которые, видимо, к концу брифета растерялись и немножечко переоценили свои силы, поэтому проехали его не так быстро, как его начали. На этом брифете, кстати, присутствовал Андрюха, который едет в оранжевом шлеме. Именно с Андрюхой я ездил свои первые брифеты и именно с Андрюхой я ехал свой брифет на 300 километров, который закончился плачевным. Именно тогда я сломал свои седалищные кости. Видосик, кстати, с того брифета я прилагаю в подсказке выше, можете посмотреть. Там будет видео с брифета, видео, собственно, моей реабилитации и так далее. В общем, вспомнить есть, что этот, кстати, брифет на 200 проходил по тем же дорогам, по которым мы ехали ту злополучную трехсотку. А тем временем я продолжаю ехать за лидером брифета. Это человек на кревеле, который ехал достаточно активно, хорошо и быстро, но почему-то, к моему удивлению, на финише он приехал не на первых местах. Видимо, все-таки свои силы не рассчитал. Хотя у него были все шансы, ехал достаточно хорошо. Но через какое-то время, как я и ожидал, вперед вырвался Богдан и я начал уже ехать вместе с ним. При этом скорость мы закономерно немножечко взвинтили и через какое-то время к нам присоединился и Толик, которого я также ожидал. Толянчик приехал. На этом этапе брифета наша команда была в полном составе. На этом участке мы просто отрывались. Очень классный и высокий темп. ехали очень быстро. А на горизонте нас радовал очень красивый заход солнца. А тем временем участники пытались нас догнать, пытались сидеть у нас на колесе, но все же темп был не слабый и было видно, что появился некоторый разрыв. Через какое-то время меня догнал Андрюха и мы ехали вместе с ним. темп при этом был достаточно высокий, что для Андрюха наверное было ошибкой, потому что в дальнейшем Андрюха отстанет от группы и приедет на финиш гораздо позже. А здесь я вырываюсь вперед, чтобы набрать побольше скорости и залететь на подъем. однако меня подводит передний переключатель. Ну, с**ка. Не надо так делать. Пиздец. Пиздец. Передний переключ. Не захотел. Я тебя чуть не догнал. А он переключ не переключил. Я понял. Он решил сегодня выходной у него. Из-за этого мне пришлось штурмовать подъем на большой звезде и, как правило, скорость моя упала и меня начали обгонять другие участники Бривета. Сначала меня обогнал Толик, а через какое-то время уже на вершине подъема меня догнал и Богдан. И я решил, что его нельзя упускать. Прыгнул ему на колесо и мы продолжили ехать в таком высоком темпе. потихонечку начало темнеть. Мы пролетели небольшой участок плохой дороги и начались спуски, а я начал играть в аэродинамику и занимать всяческие эротические аэродинамические позиции на велосипеде. На большом спуске недалеко от транзитной зоны с Молдовой нас обогнал велосипедист на Гревеле и моя тактика была такова, чтобы не допускать большого разрыва с лидерами гонки. Именно поэтому я также вырвался вперед и сел ему на колесо продолжил ехать вместе с ним в одном темпе. На улице уже ощутимо стемнело и мы заехали на транзитную зону. В транзитной зоне мы все перемешались и я начал ехать в составе какой-то группы и в какой-то момент слетел с дороги случайно меня вынесло на груз ребята меня обогнали и мне пришлось догонять груз транзитку я кстати очень люблю тут очень красивая природа когда едешь днем и приятная в принципе атмосфера. Поехали тогда. Мы покинули транзитную зону и вскоре я снова начал ехать в компании Богдана и Толика. Именно в таком составе мы обогнали других участников бриглета. А здесь рядом проезжающая хура заставила меня отложить немножко кирпичей. Круто валим. Сотку за 3.16 Круто. Средняя 34 Армаз. Как вам мой жилетик модный. А тут я начинаю жестко наваливать на спуске чтобы залететь в высокий крутой подъем. И скорости при этом около 50 плюс. Наш первый пидстоп на заправке АМИГ это где-то 140 километров дистанцией до финишем каких-то жалких 50-60 километров. Хорошо идем. 151 километра проехали. Пробились. Змейный вкус наверное поймал. Шваркнул об этот. до финиша оставалось километров 20 начал дуть встречный ветер и силы меня как-то начали покидать поэтому ребят пришлось отпустить. Финиш ты где? Финиш совсем рядом. Как итог последние 10 километров я ехал в одиночестве понимая что я немножечко не рассчитал с едой. ну что меня можно поздравить я проехал 200 и этой 200 я наконец-то закрыл звание супер рондонера в этом году я в этом году проехал 200 300 400 600 и даже 1000 и это супер наконец-то проехали эти 200 километров очень бодро очень быстро толком я еще не посмотрел но за 8 часов мы вложили 200 километров первую сотню проехали за 3 минуты за 3 часа 16 минут это вообще очень круто это средняя 34 километра в час я так еще сотку не ездил перекусил выпил немножечко латте и теперь можно со спокойной душой катиться уже домой сейчас немножко утеплился и буду ехать поехали а вы не забывайте ставить лайки подписываться на канал и писать комментарии до встречи в следующих видео